Поэтому в этом мире нечего бояться совсем, если человек обладает знанием, как устроен этот мир. Если вам кто-то что-то сказал, у вас сердце опустилось, и вы поняли, что вы не сможете, это значит, что вам дали неправильное знание. Допустим, вам врач сказал, что вы не вылечите эту болезнь, расслабьтесь. Это значит, что вам не дали неправильное знание. Потому что даже если болезнь неизлечимая, такое может быть, что уже есть такое, что уже Бог печать ставит на этой жизни, говорит, все как бы, тебе неизбежно придется уйти из жизни. То вместе с этим Бог также дает более высокое знание. Он дает знание о том, что сейчас надо делать, чтобы счастливым уйти из этой жизни, так как смерти нет, потому что есть вечность только. Ты получишь бесконечную награду за то, чтобы ты так уходил из жизни. И это даже будет лучше, чем если бы ты жил. Потому что некоторые живут, живут, а толку нет, а некоторые уходят рано и уходят так, как надо, и ведут более высокое рождение. Потом их жизнь становится более успешной, удачливой. Таким образом, даже смерть не является преградой для счастья, если человек победил смерть. Смерть тоже можно победить. Как? Если человек чувствует свою следующую жизнь, он знает точно, что будет дальше с ним, и что эта жизнь для него очень благоприятна, то он не держится за это. Если вы реально это знание получили в сердце, вы не будете держаться за эту жизнь. Это очень высокий уровень развития. Бог просто так это не покажет. Этого нужно заслужить. Итак, как мне побеждать судьбу? Есть два типа поступков, всего два. Один тип поступков – это поступок в сердце, самый главный поступок. Поступком в сердце является настрой на чистоту или на святость. Как вы будете настраиваться в ваш вопрос, вопрос вашего развития? Некоторые люди сами не могут настраиваться, им надо ходить в храм, надо читать книжки про святых людей. И это надо делать всем, в принципе. Читать книги про святость, ходить в храм, учиться чувствовать чистоту, святость, учиться чувствовать свет или то, что спасает человека. Учиться чувствовать возвышенность, чистоту, оптимизм, радость, веру, победу. Вот этот человек должен постоянно чувствовать, учиться, потому что это в жизни сильно не хватает. У нас постоянно рушится вера, надежда, любовь. Надежда умерла последней, да? В больницу попали вера, надежда и любовь. Сначала умерла любовь, потом вера, потом надежда. Понятно последовательность? Последовательность разрушения судьбы. Сначала человек любить перестает что-то, потом верить в это перестает, а потом у него надежда на это пропадает, и он расходится. Это три стадии предупреждения, понимаете? Если ты что-то не любишь, значит, надо полюбить. Надо, значит, работать над собой, значит, у тебя судьба на тебя навалилась. Не то, что кто-то виноват, а просто судьба навалилась, победи ее. Судьба всегда, что с человеком делает? Она отводит от себя. Всегда, когда происходит какой-то удар судьбы, всегда судьба говорит, он смотри, это из-за него. Или второй вариант, говорит, ты сама виновата. И человек начинает думать, ой, я виноват, и все плохо, я плохая, или он плохой. Но человек не может понять, что это просто судьба подействовала, и все. И не надо думать, кто плохой, кто хороший. В это время надо просто ее побеждать. Судьба всегда плохая приходит для того, чтобы ее побеждать, а не для того, чтобы ломаться. И надо просто знать, как побеждать, а знание приходит на второй стадии или через старших. Если даже нет старших, вы начинаете слушать тех, кто молится, молиться с ними. Первая стадия спокойствия в сердце, вот событие, которое не изменилось. А вот спокойствие в сердце. И возникает тут противоречие. Событие плохое, оно двигается. Почему же в сердце спокойно? Ну, потому что судьба всегда нужна для того, чтобы ее побеждать. Вторая стадия влияния. Событие надвигается, но вы на него влияете. Вас как бы судят, под суд отдают, но вы видите, что в вашу сторону начали все настраиваться. Вы молитесь просто. Делайте добрые дела. Это то, что побеждает судьбу. Три вещи побеждают судьбу. Молитва, добрые дела и аскезы. Аскезы, мы вчера обсуждали, что такое аскезы. То есть добрые дела, это когда человек забывает про себя и начинает делать что-то не для себя и не для своих, а для чужих. И делать это бескорыстно, по-доброму. Вот, например, с какой стати вот эти вот ребята из клуба благость вчера вас закидали шариками? У вас последний уже как бы застрял во рту, мне кажется, у некоторых. Вот, ну с какой стати, вот что как бы, зачем им это надо? Может им за это деньги платят? Нет. Может это деньги с ваших лекций? Нет. Они свои деньги взяли, эти шарики накрутили, сами сделали. И еще сами не раздавали, а мне отдали, чтобы я раздал. Точно так же человек пришел, огромный букет цветов принес. И смотрите, сколько девушек, да, получили из этого букета розы. Так? Зачем он это сделал? С точки зрения логики, безумие. Потратили деньги, теперь денег нет. А с точки зрения знания, это самый лучший поступок. Потому что, когда человек совершает добрые дела, то у него смягчается судьба. Где бы она ни была, в любом месте, где она действует, она будет смягчаться от добрых дел. Ты добрые дела делаешь к людям, Бог тебе добрые дела делает. Называется личностное отношение. Так, Бог всегда настроен очень категорично по отношению к нам. Что значит категорично? Он не злой. Что заслужил, то и получил. Для чего? Для получения знания. Потому что, если ты что-то сделал не так, это значит, что у тебя нет знания по этому поводу. Он говорит, ладно, хорошо, тогда получи это знание. Как его получить? Пострадай от того, что ты сделал. И это страдание приведет тебя к знанию. Вот все, кто сидят на лекции, они все пострадали. Прежде чем прийти на лекцию, нужно пострадать, иначе что здесь делать? Человек слушает, у меня и так все нормально, что я здесь сижу? И пошел. Почему? Потому что он не пострадал. То есть, плохой поступок, по факту, привел вас к знанию. То есть, вы совершили плохой поступок, пострадали в результате, пришли на лекцию. Классно же? Поэтому плохие поступки нужны. Это хорошо, это неплохо. Они приводят к тому, чтобы их не совершать потом. Не надо поэтому злиться на свою судьбу, говорить, что-то у меня ничего не получается, мне плохо. Это просто объем работы и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.